Добрый вечер! За несколько секунд до передачи я сказал Игорь Николаевичу Ковалью Игорь Николаевич, мы в эфире Мы должны были в эфире быть 5 минут тому назад Но ректор Одесского национального государственного университета им. Меченкова В эти дни ректору прощается все Представить вас еще можно следующими званиями А так и далее многое-многое Профессор, доктор политических наук И опять же, повторяю, ректор Одесского университета В эти дни Одесскому университету исполняется 150 лет Ну, знаете, у нас в старые добрые времена были традиции Праздновать 35-летие, 47-летие, 52-летие А вот 150 это серьезно Спрашивает вам, с чем подошел университет Я буду позже А сейчас я хочу спросить Человек, выросший в этом городе, родившийся в нем Когда-то университет имени Меченкова Это был единственный университет в нашем городе Все остальные были институты Даже академии, по-моему, не было Потому что военное училище Называлось военным училищем, а не академией Академия связи разве что, имени Попова Не было академии Был институт связи, простите А, да, да, да Ничего общего с академией не было Скажите, пожалуйста, не обидно ли То положение, в котором оказался Одесский государственный университет Когда вокруг него полно университетов Которые стали университетами Даже академии есть И объясните, пожалуйста, в чем суть этого понятия университет Может быть, мы неправильно начали его понимать Это понятие университет Вы задаете очень глубокий вопрос И спасибо за этот вопрос Я не хотел бы быть неправильным Я понимаю, коллеги Аль, я понимаю, да Ну, вы знаете, когда-то В последнее время у меня, как у ректора Есть служебный автотранспорт Правда, очень скромный Вот это всего лишь Вы недалеко, вы почти не ошиблись Это Лада Да Но дело не в этом Дело в том, что я раньше как-то чаще пользовался Такси, там, или другими видами транспорта Вот в такси, когда спрашивали Я говорю, там, мне на французский бульвар Университет Ну, водители такси обычно говорят Университет Мечникова Я говорю, в Одессе один университет Ну, слава богу, в этот момент Меня не слышали мои коллеги Ну, вы знаете Ну, есть как бы формальная сторона Вот ответа на этот вопрос Она и формальная, и не совсем формальная Потому что В конечном итоге же Можно назваться как угодно Да И по большому счету На рынке труда И в нашей стране И за рубежом Смотрят же не на формальное название Академия Это или университет А смотрят на то, что стоит За этим названием на самом деле Какой опыт Какие традиции Какие школы Научные и педагогические Я могу вам совершенно ответственно сказать Что, например, то, что касается диплома Где записано, что человек закончил Одесский национальный университет Илья Менщикова В абсолютной большинстве стран Фактически не требуется подтверждения Не требуется пересдача какая-либо Нужно просто представить Этот транскрипт С расшифровкой Какие у тебя были Специальности Какие ты получил оценки Краткое описание курсов Может быть, тебе на специальность Ту или иную нужно что-то Если ты идешь на магистрскую программу Там до сдать и так далее Но, в принципе, это известно Потому что Есть международные рейтинги Они все достаточно условны, конечно Любой рейтинг условен Даже самого высокого качества Международный рейтинг Но есть некоторые основополагающие Например, уровень цитирования научных работ Наш университет уже полтора года Или около двух лет Занимает четвертое место в стране По уровню цитирования научных работ Сотрудников университета Фактически так оно и есть Это реально наше место Четвертое-пятое в стране После Шевченко После университета Харьковского имени Каразина И вот дальше идет Львовский университет Днепропетровский университет Мы Мы даже переезжаем Вот, например, такие вузы Известные и действительно очень солидные Как Киевская политехника Львовская политехника Харьковская политехника И радиоэлектроники институт Это серьезные фирмы Научные и учебные заведения О чем этот рейтинг свидетельствует? Это свидетельствует о том Что здесь не просто преподаватели Которые могут рассказать по учебнику что-то Это люди, которые занимают Серьезное положение в сегодняшней науке Нет, это убедительно В сегодняшней науке Конечно, конечно Статистика убеждает Да И, ну, есть немаловажный, конечно Он тоже сегодня неоднозначный Это рейтинг работодателей Сегодня, конечно, в полной мере Опираться на него сложно Потому что, вы знаете Ну, будем прямо говорить Экономика большей частью лежит Сегодня Работает, скажем, IT Более-менее IT-технологии И связанные с этим Вот Работы Основные же базовые Утрасли промышленности В общем-то Почти не работают Но В университете Мы будем даже говорить Вот, казалось бы Менеджеры, да И юристы Смешно Мне просто становится И грустно, и смешно Одновременно Когда говорят В нашей стране Переизбыток юристов Ничего подобного У нас переизбыток Учебных заведений Которые готовят юристы Но если бы у нас Нормально развивалась Экономика То юристы И менеджеры Были бы еще В десяток раз Больше востребованы Просто Сегодня им Некуда идти Потому что Нет Нормального Среднего бизнеса Который должен быть Основным потребителем Этих категорий Выпускников Я При всем уважении Я абсолютно С уважением Отношусь К любому труду Но Хозяину Небольшой будочки Которая продает Хот-доги Ему не нужен Юрист Ему не нужен Менеджер Он с городской властью И с районной Решает совершенно иначе Вопросы А если бы это было Предприятие Где задействовано Хотя бы 15-20-50 человек То что является Основой В любой стране Это средний бизнес Тогда были бы И задействованы И Такой метафизический Вопрос Что такое вообще Университет Понимаете Это не просто набор Определенного количества Кафедр С названиями У нас их почти 100 Кстати говоря Это не просто Ну Механическое сплетение Каких-то специальностей Это прежде всего Вот те самые Как в том Знаете Известном анекдоте О 300 лет Традиции Ну у нас Нам еще нет 300 лет Но 150 лет Это тоже традиции Это то что Является Вот таким Метафизическим Университетским Духом Это дух Определенной Свободы Высказывания Мнений Дискуссий В рамках Конечно Приличия И политкорректности Сегодня Но тем не менее Это Возможность Скажем Биологам Слушать Лекции По астрофизике Не приглашенного Преподавателя Из другого Учебного заведения А своего Университетского Это Возможность Скажем Филологам Общаться С химиками И в профессиональном Плане И во Внеучебное Время Ну и кроме того Университет Настоящий Это конечно Прежде всего Библиотека При всей Важности Сегодня Электронных Средств Общения И Возможности Чтения Да В цифровом Варианте В электронном Варианте Библиотека Это Это значит Возможность Приобщиться К тому Что не может Дать Ни одно Другое Заведение Мы гордимся Нашей библиотекой Да Я Это почти 4 миллиона Я это подтверждаю Недавно Буквально Неделька Тома назад Я искал Книгу Мне нужны Были материалы По Оползням Прибрежной Зоне По Укреплению Прибрежной Зоны И Именно Такой материал Именно Такую книгу Я нашел Вашей библиотеке Ну Я вот Просто Завершая Эту часть Я хотел бы Вот смотрите Астрономическая Обсерватория 1871 года Научная Библиотека Которая Старше Университета От Решилевского Лицея Гидробиологическая Станция Биотехнологический Центр Станция Мониторинга Экологии Черного Моря Институт Физики 1922 года Образования Ботанический Ботанический Сад Памятник Который Называется Одесские Катакомбы Наш Университетский Памятник Остров Звийный Где у нас Есть постоянная Станция Мониторинга Экологии Черного Моря Ну У вас Огромное Хозяйство Я С огромным Уважением Отношусь Ко всем Моим Коллегам Это Замечательные Люди Это Высокие Профессионалы Но где есть еще Вот такой Набор У вас Огромное Хозяйство Даже 330 метров Катакомб Я бы сейчас Конечно Спросил Как вы Как вам Удается И так далее И тому подобное Я так понимаю Что не все Удается Далеко Плохо Удается Хотелось бы Сделать гораздо Больше Особенно Сейчас Потому что Ну вы знаете Общая ситуация В стране В экономике И конечно К огромному Сожалению Я должен Это Констатировать Мне кажется Что немногие люди В самых верхних Эшелонах власти Понимают Что такое Образование Почему оно Необходимо И что Страна Не дающая Своим детям Образование Высокого уровня Она обречена На поражение В мировой борьбе Никто не отменял В мировой политике В международных Отношениях В человеческом Обществе Вот эту борьбу За то чтобы быть В первом ряду А не в арьергарде Не на обочине Цивилизации К сожалению Сегодня Исходя из Некоторых Решений Которые Принимаются На высшем уровне Кажется Что образование Немногим В этой стране Нужно Из высшего Эшелона Или по крайней мере Нет такого понимания Что это образование Мы ведь понимаем Почему это происходит Это понятно Потому что страна Которая Имеет 24 года Своей независимости До этого тоже Как-то существовала Как республика Мы прекрасно понимаем Что После ее независимости Главной ценностью Стало совсем другое К сожалению Вы знаете Игорь Николаевич Я вспоминаю Я вообще люблю Читать Особенно в трудные Моменты жизни Мемуары И все что связано С Уинстоном Черчиллем Неоднозначная Но выдающаяся фигура И вот у него Есть известный В последнее время Этот эпизод Вспоминаю часто 1942 год Черчилль возглавляет Военное правительство Военный кабинет Англии И ему принесли На утверждение Как всегда Бюджет Годовой бюджет На 1942 год И там было предусмотрено Сокращение Разной цифры От 15 до 20 процентов 1942 год Вторая мировая война В разгаре Сокращение На культуру И образование И Черчилль Это дословно И это известно По многим документальным источникам Сказал О чем речь А для чего мы тогда воюем Ну Надо надеяться Что наверное Все таки В нашей стране Есть люди Я должен сказать Что вот кстати говоря Ну Нас не слушают В прямом эфире В Киеве Наверное Я могу Об этом сказать Открыто Что вот Наш комитет Осторожно Мы на ютубе Наш комитет По науке Образования Верховной Рады Вот там Все таки Есть несколько человек Во главе С председателем Комитета Которые борются Действительно За Отстаивание В общем-то Возможности Развития Образования Науки Хотя бы На минимальном уровне Но к сожалению Я понимаю Что далеко не всегда Их сил хватает На это Но вернемся К юбилею Что вы Намечаете И пригласите Одесситов На какие-то Может быть Массовые мероприятия Которые вы будете Проводить И будете ли вы Их проводить Простите Я насколько знаю Было сначала Указ президента Бывшего Да По поводу Празднования 150-летия Потом вы мне Сказали Вот буквально Перед программой По поводу Постановления Верховной Рады В феврале Приняло постановление О юбилейных Праздничных Поэтому будете Работать креативом Так вот Какой креатив Ну Я бы хотел Чтобы вы поняли Вот по крайней мере Две есть Исходные точки Которые определяют Наши страны Ведь это праздник Одессы Если так честно Это вот 150 лет Одесского университета Это праздник Одессы Хотелось бы Чтобы это было праздником Действительно для одесситов Потому что История Одессы История университета Очень тесно переплетены Как бы мы не относились К прошлому Но я вам хочу сказать Что все-таки наши предки Те еще Середины 19 века Они понимали Что территория Не может развиваться Просто как совокупность Каких-то экономических объектов Говоря современным языком Что должен быть Некий культурно-социальный стержень И таким стержнем Может быть только университет Надо отдать им должное Они боролись за это Очень сильно Так вот Два момента Из которых мы исходили Ну Первый момент Он связан с тем Что действительно Есть некая магия Юбилейных дат И это не просто Ну Казалось бы Да Вчера было 149 Там в следующем году Будет 151 Но вот Это тоже какая-то Метафизика такая Есть повод Все-таки остановиться Посмотреть на себя На свое место В окружении Что мы сделали Что мы можем сделать Порадоваться Для города Для страны Для себя Для студентов Вот это Такой момент Ну и Конечно Второй момент Я откровенно Тоже об этом скажу Что Ну Многое из того Что мы запланировали Не только из-за финансовых Каких-то соображений Пришлось Врезать Ну и Наверное Надо все-таки Здесь Иметь определенный Такт С учетом Той ситуации Которая в стране Устраивать какую-то Абсолютную феерию И фейерверк Чрезмерный Наверное Было бы неправильно Но и Сыпать пеплом Себе на голову Тоже Потому что Нам есть чем гордиться Очень кратко скажу Вот Буквально завтра Мы проводим Открываем Международную научную конференцию Касающуюся Роли университета В Образовательном И научном Процессе Современности И История Современность Так и называется конференция Мы будем говорить О Формировании Научных направлений Педагогических направлений В нашем Университете И На каждом факультете В каждом институте Пойдет речь Скажем О становлении Тех или иных направлений В науке И в педагогике Которые были у нас В университете Завтра мы открываем Эту конференцию После майских праздников Первой их череды Будет несколько Интересных мероприятий И Одно из них Которое я прямо Хотел бы пригласить Всех Одесситов Я здесь Хотел бы поблагодарить И наши Городские власти Которые дали добру На это И нам очень активно Помогают Мы решили сделать Такой концерт Который будет идти Под общим слоганом Университет Городу Это будет Концертная площадка На углу Дерибасовской И Преображенской Улиц Рядом с нашим Главным корпусом Вы подчеркиваете Этим Что это единственный Университет Правильно Было бы Университет Мечникова Гор С 13 часов С 13 часов Число 11 мая Это выходной день Хотя это понедельник Но это будет выходной день С 11 часов И до 5 часов вечера Извините С 13 и до 5 часов Если позволить Ситуация и дольше Потому что Будут выступать Наши коллективы И мы можем Несколько часов Вести этот концерт Это действительно Честно И объективно Я думаю А у вас там И хор Насколько я знаю И танцевание У нас хор Капелла Несколько танцевальных Коллективов Ну Фольклорные коллективы Несколько Музыкальных Групп Брейкданс Достаточно уникальные Я знаю Потому что они Репетируют Частошник У вас Чуть ли не чемпион Всех чемпионов Даже два Останин и Остапенко Два чемпиона мира Да Но к сожалению Останин сейчас За рубежом Он тренирует Насколько мне известно Сборную Хорватии Вот Остапенко Наш выпускник Наш аспирант И он будет участвовать Вот в этом концерте 12 числа Очень интересные мероприятия Мы планируем Открытие музея Истории университета Вы знаете Это Очень интересное дело Мы сейчас По крупицам Собираем артефакты И много Многие сотрудники Уже не только сотрудники Как бы из поколения В поколение Передавалось Дают нам Дают нам сейчас Свои Вот из своих Собственных Коллекций Архивов Архивов Да И я думаю Это будет интересно Это на Преображенской Или на Дворянской Это будет в главном корпусе На Дворянской Два Да Пока мы называем это Скромно Музей Музейных коллекций Такое вот Собрание музейных коллекций Но там будут Уникальные вещи На самом деле Уникальные вещи И фактически С начала 70-х годов У нас не было Постоянно действующего Настоящего Правильного музея Мы вложили туда Серьезные Так сказать Финансовые вложения Сейчас Таким образом Вы организуете Некое Место для паломничества Ну интересующихся Туристов Так я понимаю Туристы Но вы знаете Главное Это Студенты Чтобы они понимали Что такое альмамата Что они видели Чтобы они видели Помните Как Ньютон сказал Мы Не помню Не нам с вами Но мы читали об этом Мы стали такими Потому что мы стоим На плечах гигантов Мы конечно не гиганты Но Среди нас Среди университетов Среди университетов Среди университетов Есть Выдающиеся люди И Вы воспитатели Той Среды Интеллигенции Которая Собственно говоря И создала этот город Да И вот мы будем презентовать В этот же день 12 мая Три юбилейных издания Во-первых Это научная Именно не презентационная А научная Большая 800 страниц Монография Это 150-летие университета История и современность Одесский университет За 150 лет Вторая книга Это будет тоже очень интересно Формально это справочник Он называется Золотые имена Одесского университета Я хотел бы вам сказать Ну Илья Ильич Мечников Мы знаем В 1908 году Работа уже В институте Луи Пастера Получил Нобелевскую премию И мы горды тем Что с 1945 года Мы носим это имя Но Оказывается Когда наши Исследователи Вошли в архивы Сайт Нобелевского комитета Выяснилось Что у нас еще Пять номинантов На Нобелевскую премию Среди наших Либо сотрудников Либо выпускников В том числе Такие выдающиеся люди Как Гамов Филатов Кстати говоря Тоже Фрумкин Выдающийся электрохимик И так далее Открыты архивы Пока только 1963-64 года Потому что Нобелевский комитет Открывает их Пятьдесят Ну Отсовершение Пятидесяти лет Это будет Очень интересный Справочник Где собраны Действительно Вот те гиганты Которыми мы Вправе гордиться И мы Открываем Такую серию Которая будет Издаваться Я надеюсь Она Называться Будет Шедевры музеев Университета А у нас Уникальный Есть музей Палеонтологический Зоологический Музей Минералогический И так далее Но начинаем мы С книги Которая Формировалась В музее Редкой книги Университета И это будут Западноевропейская Гравюра И эстампы 15-19 веков Из коллекции Нашего Нашего Музея Редкой книги Конечно Мы здесь Должны вспомнить Прежде всего Семью Воронцовых Вы знаете Что отец Михаил Семенович Был послом Российской империи В Англии В Великобритании И он Собирал По крупицам Эту Уникальную Библиотеку Которая была Передана Ришлевскому Лицее Потом И у нас Оказалось Мы Вот Вы знаете Когда мы Собирали Вместе С сотрудниками Нашей Научной Библиотеки Это Уникальный Коллектив Уникальный Потому что Собрать Это все Описать Дать оценку Культурологическую Художественную Это Очень серьезное Издание Будет Я так Надеюсь Надеюсь Что вы Увидите Так вот В некоторых В некоторых Книгах Прямо Написано Рукой Семена Михайловича Куплено На аукционе В Лондоне Там Такого-то Числа И так Далее Вот Собственно Это Конечно Наше Достояние Сохраняется Сохраняется В нормальных Условиях Для Сохранности Вот этих Раритетов Увы Нет Увы Нет Я хочу Вам сказать Это значит Что мы Дожили до 150-летия Университета К 200-летию Это может Потеряться Если это Будет В том же Виде Я имею Ввиду Сохранность Конечно Я хочу Вас Заверить Что руководство Университета Это понимает И как Не сложно Но мы Будем решать Эти Проблемы Сегодня Университет К сожалению Опять-таки Во всей Нашей Сегодняшней Суматохе Беспредельщины Которая Существует Мало Кто Понимает Что Скажем Вот Таким Уникальным Вещам Нужна Современная Библиотека Нет Ну Это Даже Говорить Не о чем Потому что Это Ценности Которые Невозможно Восстановить Это Даже Не Драгоценные Камни Хотя Те Тоже Умирают Да 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 Ну Чтобы Завершить Эту Тему С празднованием 13 мая Собственно Это день Когда И был Оглашен Указ Императора Александра Второго Образования Университета В Одессе Вот Мы Соберем Наш Коллектив В оперном Театре Здесь К сожалению Мы не можем Пригласить Много гостей Потому что Не Ну Понятно Это Достаточно Преподаватели Театр Безразмерный Там Всего Лишь Полторы Тысячи Ну Конечно Гости Будут Но Прежде Всего Это Для Коллектива И для Студентов Не вас лично А университет Не знаю Надеемся А как вы не знаете Это же должно быть Представление Вы должны были Что-то написать Потому что Наградная же Эта История Она же у нас Извините Такая Несколько Страноватая Бывают моменты Когда я бываю Немного суеверным А поскольку У вас здесь Нет дерева Все в пластике То я не могу Постучать Будем надеяться Будем надеяться Что все-таки Коллектив Прежде всего Будет Оценен Это Было бы Справедливо Но подождем Очень коротко Игорь Николаевич У нас заканчивается Время Я хочу вас спросить Заграница Вам помогает? Гранты Дают? Ну Заграница Просто так Никогда Уже Ну Никогда Не помогала Сейчас Особенно То есть Речь идет Конечно О том Что гранты И У нас Довольно активная Международная деятельность У нас Сейчас более 120 договоров С различными университетами Мы очень активно Участвуем В программах Темпу Стасис Сейчас Это новая программа Горизонт 2020 Она называется И кроме того Мы сейчас При поддержке Областной администрации Областного совета Очень активно Занимаемся Приграничным Научным Практическим Сотрудничеством Это проекты Связанные С дельтой Дуная С прибрежной Зоной Черного моря Вместе с Румынами То есть это практическая деятельность Да Это научно-практическая деятельность Все понимают Что 11-го числа Дерибасовская Могут ходить На конференции Если На презентации Убилейных Изданий Ну В оперный театр Вряд ли Хотя Это будет праздник Красиво В оперном театре Я надеюсь Что вам Университету Вручат какую-то награду Все-таки Достойную Потому что 150 лет Одесский университет Святая святых Даже Одно Одно Да Хотел вам сказать На Пастера Со стороны Пастера На здании университета Есть Досточка такая Памятник архитектуры Она совсем прохудилась И она Так как-то Кособока По-моему Это Исторический факультет Но с Пастера Если смотреть с Пастера Может быть Я ошибаюсь Или это институт физики Может быть Пастера это институт физики Может быть Или главный корпус Но скорее всего Скажите пожалуйста Городским властям Чтобы они поправили Не мы сами Кюбилей Или сами поправьте Потому что Ну как-то так Красиво же все Да Я хотел вас спросить У вас две минуты Ответ две минуты Прав ли я Считаю Что чем больше Государство Зависит Во внешней политике От Окружающего мира Тем слабее Оно во внутренней Чем больше Зависит Во внешней Политике От всех Тем слабее Оно во внутренней Политике Ну вы правы Только я бы поставил Наоборот Чем слабее Оно внутри Тем конечно Оно является В общем-то Объектом Манипуляции Со стороны тех Кто сильнее Со стороны великих Держав Конечно Безусловно И Прежде всего Нужно опираться На внутренние ресурсы На внутренние силы Умно использовать Зарубежную помощь Но понимать Что если ты Внутренне слаб То тобой конечно Будут манипулировать Тобой будут играть Ты будешь вечно В серой зоне Борьбы Великих держав К сожалению Это в значительной степени Сегодня относится К нашей стране Мы должны понимать Что Мы на сегодняшний день Не Объекта Субъект Международных отношений Внешней политики И что За наш счет А вот теперь Уже даже И на нашей территории Великие державы Решают Собственные проблемы За наш счет И на нашей территории Но пока Мы не будем Понимать Что Мы должны быть Консолидированы Единой Украинской Политической нацией Что у нас должно быть Собственное достоинство Не только Собственная территория Но достоинство Своя собственная Армия Своя экономика Которая развивается А не стагнирует И что мы Наконец-то Можем Обуздать Безудержную Жадность Тех олигархических Кланов Которые Раздробили Нашу страну За последние 20 лет Без этого Победы не будет Без этого Не будет Внутренней Консолидации И тогда Мы будем Постоянно Болтаться В серой зоне Между великими Державами И подгребать За ними Все то Что лежит На обочине Спасибо большое Это Было мнение Профессора Доктора Политических Наук Ректора Одесского Национального Университета Человека Очень Грамотного Культурного И в заключение Хочу сказать Образование Тоже решает Одно из самых Решающих Моментов В становлении Государства Уровень Его Количество Людей Образованных Поэтому Наверное У нас Столько Бед Потому что Мы к нему Относились И сейчас К сожалению Продолжаем Относиться Спустя рукава Спасибо огромное Спасибо вам И с праздником Спасибо Спасибо